Херабрин является одним из самых загадочных существ в Майнкрафте. Многие верят в его существование, но многие отрицают его. И именно отрицает существование Херабрина Нотч, создатель Майнкрафта. По легенде, Херабрин это покойный брат Нотча, который попал в автомобильную аварию и потерял глаза. Поэтому Херабрин описан как Стив с белыми глазами. В некоторых версиях Майнкрафта было написано «Remote Херабрин», но считается, что это шутка от Моджанг. На ютубе есть огромное количество видео, которые доказывают его существование. Одним из этих видео есть и мое. В современной версии Майнкрафта я нашел Херабрина, который совершенно случайно оказался в мире. Я не знаю, почему это произошло и решил снова проверить, попадется ли он. Предупреждаю, это видео было снято не с первого раза. Перед этим я снимал еще три видео, но не в этом мире, а в остальных. Поэтому это, в принципе, четвертое видео, в котором мне он попался. Я играл на версии 1, 2, 3, 0, 1, версии Альфа. То есть, на эту версию нельзя поставить моды. Ну и приятного просмотра. Да, если вы не хотите просмотреть видео полностью, то, пожалуйста, перелесните на ту минуту, которая будет указана сейчас на видео. Желаю удачи. В общем, здорово, ребят. Это игровой канал Тушары. И сегодня мы попытаемся найти Херабрина в Майнкрафт версии 1, 2, 3, 0, 1. Если честно, я не хотел записывать это видео. Совершенно случайно у меня произошла какая-то ошибка генерации мира. Или что это, я не знаю. У меня появилась какая-то сетка на воде. И при этом, один раз у меня этот мир закрашился. Я не знаю почему. Просто так, при загрузке. Не знаю, с чем это связано. Очень странно. Ну давайте походим немножечко по миру. Попытаемся его найти. Возможно, конечно, здесь вряд ли получится его отыскать. А возможно, все-таки все выйдет. И я его встречу снова, как в лихие 2014-е, когда он мне встретился в современной версии Майнкрафта. Хотя, если честно, этого не должно было быть. Вообще, такого не должно было быть. Потому что, по идее, Херабрин удален из Майнкрафта. А тут внезапно он появляется. Многие говорили, типа, это фейк, обсирали меня. Но, говорю, все-таки все очень, как сказать, неадекватные комментарии удаляются. Кстати, сейчас почему-то лагает мир. Не знаю, возможно, это потому, что версия альфа. И поэтому будет лагать на записи. А возможно, потому что хер его знает. Кстати, да, извините, если вам немножечко не нравится мой голос. Просто я заболел немного. Горбо болит, поэтому говорить очень сложно. И так стараюсь выдавливаю прямо из себя слова. Чтобы хотя бы что-то можно было сказать. Так, инвертарь на какую кнопку? А, тут можно дистанцию прямо на букву F изменять. Круто. Ну, у меня стоял шорт. Не, это, по-моему, слишком. Вот такой шорт у меня стоял. Так, options, controls. Инверторина и И. Отлично. Очень неудобно здесь брать инвертарь, если честно. Открывать. Наверное, может, хотя бы меч придется скрафтить. Потому что у меня сложность стоит изи. Я не рискнул ставить сложность посильнее. Потому что я думаю, что я умру при более сложной сложности. Как же я сказал? Ужас. У меня фризы, жесткие фризы. Я не знаю, что. У меня состав ЭПС, они начинают падать до одного. Понятия не имею, почему. Лаги жесткие. Просто жесткие фризы. Так, а ну, фрук. Сидеть. Плохая корова. Пока ничего подозрительного я не вижу. Типа, там, срубленные деревья и так далее. Может, в дальнейшем я что-то такое увижу. Хотя, не думаю. Я надеюсь, что все будет нормально. Меня смущает вот эта вот сетка. Какая-то непонятная. Вы видите, вот, на мире. Обычно такого не должно быть. Так, в пещере. В пещере все пусто. Ой, ну, лагает вообще капец. Мне прям не нравится, как лагает. Просто жесть. Какая-то жесть. Главное... Нет, ночью я не буду, наверное, снимать. Хотя, в принципе, можно попытаться и ночью заснять. Но это будет, что меня убьют ночью. Так как ночи здесь реально жесткие. Я давно уже играл просто по фану. Не на запись, а просто играл. Ну, тогда, если честно, в принципе, ничего подозрительного не было. Хотя, в принципе, там силуэты некоторые были странные. Ну, может, это были зомби и так далее. Фризы. Очень сильные фризы. Я не знаю, почему. Падает до 14 фпс прям за секунду просто. Просто за секунду. Лагает, если честно, намного сильнее, чем на той карте, на которой я играл на современной. Там у меня тоже были жесткие лаги, но не настолько сильные. Так. Мне нравится вот эта вот генерация песка, если честно. Прям очень нравится. Видите? Хотя, в принципе, наверное, так и задумано. Хребен узлай. Блин, меня кошка смущает. У нас сзади лазит, и прям как-то мурашки по коже идут. Потому что, кажется, что-то сзади стоит или ходит. Так, соберу-ка я, наверное, немножечко дерева. Все-таки соберу. Скравчу верстак, меч, и пойдем далее искать. Если что, я его прикопаю, и буду первым, кто убил Херабрина. Это будет реальная сенсация. Так как на альфа-версии нет модов с тематикой Херабрин. Поэтому здесь уже невозможно поставить мод. У меня всегда бесилие игры, которые лагают. Так, кто там ходит? Это, наверное, коровы в очередной раз меня троллят. Конечно, кому же еще? Коровы, кстати, как привидение тут ходят. И херово поймешь, кто это идет. Корова или Херабрин? Вообще не поет. Так, немножечко дерево срублю. Уже вечереет, кстати. Вы заметили? Что не есть хорошо. Или мне просто кажется? У меня аж прорисовка стоит херовая. Так. Ох, есть, что я делала? Боже, сто лет уже я не играл в Майнкрафт. Ничего, сейчас быстренько скрафтим в росток. Представлю вот это здесь. И... Так, что я хотел... А, сначала палки, а потом уже можно и меч. Это не меч, это лопата. И... Скрафт еще, наверное, тогда сразу... А, топор, я хотел топор. Топор. И... Кирку. Кирку тоже можно. Все. Теперь я вооружен до зубов. Ой, выпало, выпало, выпало. Выпал топор. Все. Погнали дальше. Бродить по этому альфа-миру. Так, курицы будут меня больше всего смущать, если честно. Потому что они белые. И немножечко страшно, когда курицу видишь. Если честно. Ага. Не, ребят, в принципе, ничего подозрительного нет. Но, если честно, меня немножечко смущает вот этот вот песок. Не знаю, как вас, а меня вам смущает. Так как, ну, реально, он как-то странно располагается. Хотя, возможно, реально. Просто так была задумана в альфа. Потому что в современных версиях такого песка нет. Если честно, ни хрена не добавляет ремистичности. Так, наш прыгнул на воду. Войду. Но вы чего? Так, нет, ничего нет подозрительного. Пока я, если честно, ничего не заметил. Возможно, на повторе я увижу подозрительный момент. И опишу в конце видео, если кто-то не заметит. Выложу я полную версию этого видео. Чтобы было без всякого монтажа и так далее. Так, ну, в общем, ребят. Вот, в принципе, ничего подозрительного я не заметил. Посмотрю повтор. Возможно, реально что-то я пропустил. Что-то. Хотя, хрен его знает, что я мог пропустить такого. В общем, не знаю. Если найду херабрина на повторе, то в следующем видео мы обязательно поиграем на этом мире. Ну, а с вами был Тушара. Вот такой вот альфа. А, еще нет такого. Альфа Тушара, так сказать. И всем удачи, всем пока. До новых встреч. Итак, ребят. В своем арсенале я имею целых три стоп-кадра, в которых был замечен херабрин. Возможно, на некоторых моментах он будет замечен еще. Поэтому пишите в комментариях, если вы увидели его ранее или позже где-нибудь. Ну, я пока покажу именно эти кадры. На первом кадре вы видите, как я срубаю дерево. И отчетливо видно, что вдали стоит непонятное существо, похожее на Стива и, возможно, даже белые глаза у него. Он стоит возле небольшого холма и якобы наблюдает за мной. Но дело в том, что он потом сразу же исчезает и его будет не видно. Но сам факт, что на несколько секунд он появляется, когда я срубаю дерево. На втором стоп-кадре видно, что я залез в верстак и начинаю что-то крапкнуть. И в этот момент появляется херабрин. Сразу же, как только я открываю верстак, он стоит между двумя деревьями. Сейчас, возможно, вы можете заметить его в верхнем правом углу. И как будто бы наблюдает за мной. Но прикол состоит в следующем. Потом, на следующем стоп-кадре, он внезапно исчезает. На видео вы это заметите. И появляется немножечко выше, на холме. Он как будто бы телепортируется и появляется выше. И продолжает за мной следить. При этом не происходит никаких действий. Я не знаю, с чем это может быть связано. Но он ничего не предпринимает. Не появляется ближе, не дальше и так далее. Потом, в конце видео, вы уже можете не заметить его. Хотя, возможно, если заметите, пишите в комментариях. Ничего не происходит. Он как будто бы исчезает и больше не появляется. И в этот момент я понял, что в альфа-версиях все-таки он существует. И я не знаю, с чем это может быть связано. Возможно, Херабрина никто не удалял. И он продолжает блуждать по версиях альфа. Что же, ребят. Если вам понравилось данное видео, то я обязательно засниму еще одно в этом же мире. Возможно, он снова же появится. И все-таки, если вам понравилось, то ставь огромный палец вверх. Комментируй это видео. Репостив его в свою группу. Ой, в группу, говорю. На свою страничку ВКонтакте, чтобы ваши друзья тоже все это увидели. Он появился во второй раз. И это уже не шутки. И что же, ребят. Всем удачи, всем пока. Желаю хорошего и немножечко жутковатого настроения. Всем успехов и чао. Вы лучшие.